Дорогие друзья, сегодня рецепт совершенно потрясающий, ну то есть своей новизной, интересом и всем прочим. Наверняка многие из вас, кто путешествует, встречали этот рецепт. Очень редкий рецепт, его можно встретить только в Турции. Но, если честно сказать, я когда-то в свое время учился в Академии Туризма и практику проходил в Турции. Не скажу кем, но тем не менее. Значит, есть у меня друг один, Виталик в Красноярске, с которым мы летом встретились, и он говорит, сделай чай кюфте. Чай кюфте с турецкого переводится как сырая котлета. Когда вы уже в финале увидите, как все это будет выглядеть, вы поймете, о чем я говорю. Но делаться он будет из телятины. Для этой котлеты, значит, ну для этой закуски, скажем так, подходит говядина, телятина. Кто-то делает из баранины, но очень редко, потому что баранина мясо все-таки ароматное, даже при самых лучших обстоятельствах. Так вот, я буду делать из телятины. Мясо белое, молодое, нежное, нужно его тщательно-тщательно зачистить от волокон и очень-очень мелко порубить. Можно прокрутить через мясорубку, но это такой древний рецепт, поэтому, как и люля, его, скорее всего, рубили топорами там и так далее. Значит, для смеси специй, с помощью которой мы будем это все мариновать, мне понадобится, значит, у меня здесь буквально где-то 300 граммов мяса. Я его долго рубил топориком, для того, чтобы получилась вот такая вот мелкая крошка и вот такой вот фарш. Там крошка еще чувствуется, но, вы знаете, это неплохо. Для смеси специй, прям большая щепотка, крупная щепотка узбекской зиры. Вот этот запах должен быть обязательно, такой турецкий. Треть чайной ложки паприки. Потом в процессе, когда я буду это делать, возможно, паприку я еще немного добавлю. То есть, должен быть у котлеты цвет определенный. Потом, у меня здесь есть вот такая смесь пряностей. Здесь острый чили перец, смешанный с разными травками. И сумах здесь есть. Вообще, чай кюфте, когда делают, конечно же, люди используют те приправы, которые они любят. И бывает такое, что у каждого чай кюфте получается разный. Но это очень вкусное блюдо. Кто из вас был в Турции и видел его, конечно, и пробовал. И еще и когда пьешь ракки, анисовую водочку, разбавленную водичкой, и потом закусываешь вот этой штукой, это просто наступает то самое, ради чего ты попал в Турцию. Значит, обязательно нужно немного крупной соли. Для того, чтобы специи лучше разламывались. Ну и, конечно же, нам нужно это все посолить. Это должно быть соленое. Теперь, главное, чтобы зира хорошо разошлась. Так как у нас паприка уже помолотая, а соль нам помогает размалывать крупные специи, я думаю, что у меня все получится. Сразу пошел яркий аромат зиры. Смесь специй желательно, чтобы была очень-очень мелко помолотая, однородная. Для того, чтобы они у нас на зубах не попадались нигде. Так, вот, получилось. Смотрите, такая мелкая смесь. И, соответственно, у нас раз полная чайная ложка. Вот вторая не полная, но здесь как раз чуть-чуть еще. Две полные чайные ложки. Причем у меня чайные ложки старые, с советских времен такие глубокие. Обязательно сюда нужно добавить чеснок. Кто-то добавляет лук. Ну, вернее, как, по рецептуре, конечно, должен идти лук. Но, честно признаться, когда я делал это впервые, мне кажется, что лук там вообще лишний. Для того, чтобы чеснок попал сюда в нужном объеме и нужной консистенции, нужно взять маленькую терочку. И вот у меня огромный зубчик чеснока. Я его просто-напросто тру. Значит, как появился этот рецепт. Значит, один из правителей, который там завоевывал Турцию, пришел в одно, как бы так сказать, в одну область. Да, и завоевал ее. И приказал своим слугам в округе собрать все дрова для того, чтобы их сжечь. Вот. И все слуги выполнили его задачу. И город весь оказался без дров. Ну, а так как это были древние времена, соответственно, электричества, газа не было. Какой-то мужик пришел домой и жене говорит, Жена, давай мне котлеты. Кюфта давай. Она ему. Извини, муж, нет дров. Ну, придумать что-нибудь и жрать охота. Мясо надо. И вот она, короче, придумала вот такие вот котлеты сырые. Понятно, что по всем законам логики, большое количество специй, чеснока и всего прочего, это просто-напросто маринованное мясо, да? Обязательно его нужно перемешать. Его нужно мешать так, чтобы оно превратилось в пасту. Чтобы оно было мелкое-мелкое-мелкое. Но это не самое главное. Смотрите, что у нас еще должно быть в этом блюде. Должен быть булгур. Булгур обязательно. Причем по объему, вот смотрите, сколько. На 100 граммов мяса кладите 70 граммов булгура. Ну, то есть, грубо говоря, 2 трети от объема мяса должен быть булгур. Что я сделал с ним заранее? Я взял стакан булгура, залил полутора стаканами крутого кипятка. И поставил постоять 40 минут, час где-то. Все, булгур пропитался водой. Остался плотным, но не сырым. То есть, он приготовился почти что полностью. Теперь сюда по рецептуре должна идти паста из чили. Где соль, чили, чеснок. Очень похоже наше грузинское аджико. По своему принципу очень похоже. Вот реально. Как будто бы турки у грузин сперли этот рецепт. Значит, вот эту острую пасту, вот где-то там пол чайной ложки, да, я добавляю сюда. Помимо всего прочего, мне сюда нужно добавить все-таки паприки. Еще пол чайной ложки, потому что пока что по цвету я не укладываюсь. И обязательно одну чайную ложку томатной пасты. Чайная ложка томатной пасты с горочкой. И продолжаем все это вымешивать. То есть, вся масса должна быть ярко-красного цвета. Настоящие турки, делая настоящий чайкуфте, вымешивают фарш с булгуром до 5, 6, 7 часов. У нас столько времени нету, поэтому готовить будем быстро. За 2 часа. Шучу. Для того, чтобы ускорить процесс, так скажем, измельчения мяса, нужно его прокрутить через 2 раза через мясорубку. И тогда количество времени на вымешивание резко сокращается. Это еще не все, потому что сюда нужно добавить оливковое масло. Вот оно, кстати. Оливковое масло совсем немножко. 2 столовые ложки, не больше. И мяту. Вот смотрите, в некоторых областях Турции некоторые турецкие шефы делают с кинзой. Мне, например, в этом блюде кинза не нравится. Я вообще любитель кинзы, вы прекрасно это знаете. Но с мятой получается гораздо круче. Поверьте мне на слово. Обдираю листья. Не жалейте. Тут столько всего, что там по вкусу не будет чего-то такого необычного. Все будет довольно обычно. Теперь нужно это быстро-быстро-быстро все. Конечно же, мелко порубить, потому что там мы это все не разорвем. эти маленькие кусочки мяты, они так и будут там черными горошинами плавать. Собираю сюда ее. Получается где-то 5 столовых ложек. Ой, 5 чайных ложек. Раз, два, три, четыре. Четыре чайных ложки. Обязательно немножко цедры лимона. Ну вот, сколько вы там снимите? У меня лимон маленький. Ну, вот с половины лимона вот он такой. Конечно же, каплю лимонного сока. С краюшку обрезаем. Оп. Ну, здесь меньше чайной ложки. Да, вы заметили, я всегда обрезаю с края лимона. Не поперек режу, не поперек, не вдоль пополам, а с краю. Раз, с краю отрезаешь. Потом еще с краю, потом еще с краю, у вас серединка остается в серединке семечки. С краю семечек нет, поэтому отрезал быстро, выдавил и все. Не нужно мучиться. Так, теперь продолжаем все это нужно вымесить хорошенько, чтобы была однородная масса. Вот смотрите, фарш начал тянуться на нитки. То есть, вот это, о, нитки. Вот, когда фарш разрывается. То есть, это значит, что он уже почти как для люля-кебаб. То есть, видно, что он стал клейкий. Я его вымешивал, ну, где-то минут, наверное, 40. Ну, то есть, рассчитывайте на час такого творческого отвлечения, чтобы приготовить это чудеснейшее турецкое блюдо. Но это еще не все. Смотрите, как оно подается. Берется лист салата. Значит, вот этой рукой, которой все отмесили, прям небольшой кусочек, там буквально на один укус. Да, граммов, наверное, 30-50. Формируется вот такая котлетка одной рукой. То есть, она должна быть такая слипшаяся. Мы ее вот сюда выкладываем. И вот эти следы от пальцев это характерная особенность этой котлетки. Туся, давай, чеши. Осталось самое малость нарезать дольками лимон. Смотрите, круто, когда лимон, вот как у меня сегодня я увидел, что он маленький. Вообще, супер, очень удобно. Вот этот краешек обрезаем, вычищаем и ставим вот сюда. То же самое делаем с остальными. Долек лимона должно быть примерно по количеству самих котлеток. Тут процесс творческий. Если вы понимаете, что дольки такие, лимон довольно кислый. Туся, тихо ты! Котлетки маленькие, то, может быть, хватит одной дольки на две штуки. Ну, поэтому, в общем, все это произвольно накладываете. и, конечно же, как это все едят. А едят это вот как. Фактически, это почти как устрицы. Берете котлетку одну, прямо на листочке салата. Вот таким образом. Лимон, прям, не стесняясь, выдавливаете так, чтобы облить прям кислотой эту котлету. Даже если с нее Дуся от радости ошлает прям. Дайте мне эту котлету быстрее! В общем, вот так заворачиваем. Да! Как в Турции. Остроты маловато. Хотя, вот она догоняет. Должен быть яркий вкус лимона, прям такой разжигающий, специи. А мясо с булгуром там уже, в общем, в принципе, непонятно. Что жуешь такое? Потому что мясо настолько мелко, оно все перемято, все перетерто. И потом плотные кусочки булгура, это все тебя обманывает. Ты даже, ну, сказать человеку, наверное, который никогда это не пробовал, что это не мясо, и он поверит. Ну, а как любят турки это все под водочку, под анисовую, да с лимончиком, да с листочком салата хрустящего. Это божественно. Если в следующий раз будете в Турции, обязательно попросите, чтобы вам сделали чикюфте, сырую котлетку. Приятного аппетита и всего доброго. Пишите комменты, ставьте лайки. Друзья, я с удовольствием для вас снимаю рецепты и пишу ответы на ваши комментарии.